всем привет много лет назад я снял видео инвертор с контроллерами на 450 вольт на high voltage сколько солнечных панелей нужно выбрать под эти инвертора почему какие именно панели лучше выбирать именно чтобы они прошли и было наверное с десяток роликов очень много ответов на вопросы на данную тему что произойдет и так далее и тому подобное тут мне начали опять слать эти комментарии смотрю еще авторы начали снимать на эту тему и я хочу еще раз затронуть эту тему и вкратце вам объяснить у каждого инвертора есть какие характеристики в которых указывается непосредственно на который он на котором будет непосредственно работать сам mpt-контроллер так 13 ампер charge solar видите вот написано выход 50 ампер или 80 ампер это на выходе при напряжении 24 вольта берем калькулятор с вами 24 вольта умножить на 80 получается 2 и 4 киловатта солнечных панелей вы можете повесить с этой стампа будет поболее да но проблема заключается не в этом проблема заключается что вы должны вот это вот напряжение вот эту вот мощность разделить которая рекомендована например 3 200 по солнцу вас производитель говорит что можно поставить разделить на напряжение 450 вольт контроллера и того получается 7 ампер а в пике получается это ампер 10 может быть 12 понимаете это возможность непосредственно самих ключей это возможность схемы принять определенный ток по входу солнечных панелей поэтому я и рассказывал что если мы с вами рассматриваем солнечные панели на high voltage и там есть панели на 10 ампер на 15 ампер вы их не дай бог еще параллель эти что получаете 20 30 ампер то контроллер этих дешевых инверторов не имеет возможность ограничивать входную мощность может просто сгореть он да иногда парашивкой позволяет даже регулировать входную мощность но всплески которые происходят в при неясной погоде или когда тучки набегает спонтанно резкий всплеск идет мощности тхх панелей увеличивается и мощность которая с панелей выходит может быть зашкаливать на толеранс я про это рассказал тоже многократно короче давайте вкратце смотрите давайте начнем с того что есть у меня вот такая вот возможность да вот тыр 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 вот человек снял ролик советую такой же он просто переснял его типа он там рассказал именно всю правду эту правду я рассказывал чуть ли не в первых роликах очень много лет тому назад именно про high voltage инвертора который также у меня был отсняты но суть не в этом запомните найти советую начать с двух солнечных панелей ну с двух панелей наверно солнечных на какое напряжение не понятно потому что две панели на 450 вольт по 12 вольт это как бы 24 вольта это ну 30 чем-то вольт это уже большинство мптшников работ не будет там им нужно напряжение около если не ошибаюсь 90 80 но сейчас есть современные где 30 вольт минимальный порог как бы две панели хоть как не проходят это получается 60 70 вольт это меньше минимума но вот человек профессионал работает на земле и ставит людям подобное оборудование понятно почему он ездит к ним по 10 раз я изначально 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 занялся данным вопросом 450 вольт сейчас посмотрим все найду 450 у меня сколько там роликов то было куча наверно у меня были инвертора гриды грит у меня был на 450 вольт ну-ка грит как все сложно вот вот такой у меня грит был ролик восемнадцатого года ролик семнадцатого года ну короче вот он был на 450 ватт и в принципе эти все испытания уже тогда проводил вот он подключал счетчик для того чтобы не мотал назад и так далее для тех кто рассказывает что я ничего подобного не делал да я начинал когда вы еще под стол пешком ходить так но мы это вдались уже в крайности смотрите сейчас я объясняю вкратце для тех кто вообще в танке давайте отбросим все то что люди когда мне пишут у меня контроллер сгорел у меня контроллер не отрабатывает как надо в пасмурную погоду у меня начинает включаться отключаться переподключаться постоянный контроллер на хай вольтаж ребята 2 солнечных панелей это не хай вольтаж если у вас контроллер на 450 вольт и написано хиг вольтаж 450 это не значит что хиг вольтаж это 24 вольта или 36 или 48 вольт хиг вольтаж 450 это значит высокое напряжение 450 вольт это контроллер рассчитан на 450 вольт поэтому вы должны отчитывать уже непосредственно того что он рассчитан на то что у вас солнечные панели будут подключены в массив то что вы будете подключать меньше никто не спорит что он будет работать например на 50 процентах солнечных панелей подключенных по напряжению например 200 чем-то вас будет вольт он будет спокойно отрабатывать и это я проделал и экспериментировал на этом вот инверторе которому подключал 20 чем-то солнечных панелей на 12 вольт и эти все эксперименты у меня есть на канале их надо искать это очень сложно поэтому я сейчас вам вкратце нашел свой тоже достаточно свежий ролик три года назад сняты вот такой вот свою source grid синенький который меня на стеночке висит уже сколько лет получается четвертый год висит на стеночке и он прекрасно отрабатывает у меня два таких висит и уже больше двух киловатт у них намотка так вот смотрите в чем фишка я вот тут как раз показываю что я занижаю видите напряжение и повышая его и смотрю в каком промежуток времени происходит включение данного инвертора то есть он начинает работать вы не берите во внимание то что это grid mppt контроллер и работает по тому же самому принципу если не будет минимального необходимого напряжения он не запустится но он не запускается на том минимальном который у вас обозначено знаете почему да потому что если у вас будет минимальное напряжение . набежала у вас провал будет по напряжению контроллер просто перестает работать начинает включаться выключаться вот смотрите видите напряжение было какое 50 чем-то вольт контроллер включился напряжение сразу просела до 39 40 вольт и грит заработал если я уменьшаю напряжение грит перестает работать потому что напряжение начинает проваливаться и вот здесь как раз в этом видео я показываю данные непосредственно наблюдения свои и как бы в реале все это демонстрирую чтобы вам было понятно понимаете когда люди приходят и начинают рассказывать что да нет разницы сколько вы солнечных панелей повесить и да нет разницы что-то там вы много панелей повесите например или мало повинали повести вам главное чтобы чуть чуть больше было и и или он вообще будет ограничивать мощность там люди он хвастается что я повесил 10 киловатт солнечных панелей на грит на 1 киловатт да вы кого лечите вы знаете сколько стоит 10 киловатт солнечных панелей и если у вас грит на 1 киловатт Кого вы лечите? Вы потратили тысячи долларов, десятки тысяч долларов на солнечные панели и купили себе грид за 100 долларов, что ли? Вы кого лечите-то? Вот в подобные сказки верят просто, ну, я не знаю, только начинающие или кто не понимает вообще, про что речь. Вот просто, видите, напряжение, наблюдайте вот за этим. Видите, я повышаю напряжение, хотя грид может работать от 39 вроде вольт или от 36. Как от 30? До, до, не от, а до этого порога напряжения, понимаете? Минимально, например, напряжение на 20 или 30% выше от нижнего порога должно быть для того, чтобы он начал работать. Видите, ток пошел, 40 вольт у нас. Если я занижаю параметры, он вырубается, и все тут сразу понятно становится, как работают эти МППТшники. Если до сих пор вот эти горе профессионалы, которые работают на земле, разносят эту хинею, вы ее подхватываете, палите себе оборудование, либо оно у вас работает нестабильно. Это проблема, понимаете, не тех людей, которые вам должны это разжевывать, а непосредственно вашей и тех людей, которые вам подобное посоветовали или поставили, и с вас еще взяли деньги. Я вам не обязан не ремонтировать это оборудование, не подсказывать, как оно работает, но мне просто жалко, когда вас дурят, когда вам втирают в пургу для того, чтобы вам лишь бы что-нибудь продать. То есть у человека есть на какую-то солнечную станцию, а другому, который вам продает, выгоднее продать вам, впихнуть более дорогое оборудование. Он пихает вам, например, этот грид очень дорогой, например, какой-нибудь, который стоит, как ваши все солнечные панели, которые вы планировали купить, и там вас хватает на пару штучек. Вот вы повесите, а потом, если что, докупите. Зачем? Зачем вам тратить такое количество денег на то, что, в принципе, в этой связке работы стабильно не будет? Вот эта вот вещь, она покупается, и к ней покупаются солнечные панели, вешается один раз, и туда не подходишь от слова вообще, если оно работает стабильно. Если не стабильно, то его надо ремонтировать, либо покупать, менять новый. Других вариантов, к сожалению, тут нет. И вот это вот самое страшное, то, что происходит в интернете, люди просто тупо хвастаются. Тупо просто хвастаются тем, что они там накупили себе, сколько накупили, что у них работает, что нет. Но вы понимаете, есть такое радиодетали. Я уже показывал как бы транзисторы, да, и вот эти вот компоненты, которые установлены непосредственно в транзисторы, вот мощные, которые установлены в данных гридах, вот эти вот штуки, они имеют определенный диапазон работы, определенную мощность, определенные параметры, как по толку, так и по напряжению, по нижнему и по верхнему. Что происходит по нижнему диапазону напряжения, что происходит по верхнему, я про это тоже рассказывал неоднократно в своих роликах. Но в большинстве людей это непонятно. Поэтому для того, если вы хотите кому-то там поверить, и кто-то вам поставил, и потом у вас начинают свистопляски, включается грит, отключается грит. Вот солнышко вышло, например, превысили по мощности солнечной панели потоку, данный грит не работает, он уходит в ошибку. Если превысили по напряжению, данный грит не работает, он уходит в ошибку. Но есть инвертора, которые пытаются работать, например, инверторы, которые мы все знаем, да, гибридные, которые вешаются на стеночку. У них есть такая фишка, как раз у ШИМ-контроллеров, у МППТшников, которая многим не нравится, особенно у старого образца, которая набирает мощность постепенно. Зачем они это делают? Как раз ради того, чтобы хоть как-то жестко уловить эту сцепку, при которой мощность будет держаться. Но, доходя до этой мощности, если резко всплеск происходит мощности, он может просто улететь в космос. Бывает, они просто не сдерживаются, потому что недостаточно сопротивления нагрузки. Нагрузка используется тут именно аккумулятор, либо если сеть нагружает аккумулятор, то есть источники, которые подключены у вас непосредственно к инвертору, которые нагружают инвертор, который нагружает аккумулятор. Если сопротивления достаточно, он может удержать в большинстве случаев эту мощность или напряжение и поддерживать входное напряжение или мощность входную в рамках своих допысков. Но бывают такие варианты, что они не выдерживают это. Это и есть самое плохое. И таким образом инвертор может просто приказать долго жить. Поэтому, когда я рассказываю своей точки зрения, когда я занимаюсь ремонтом оборудования, модернизацией, улучшением ТХХ, то есть я говорю, что, ребята, вот так вот делать нельзя, значит на то есть предпосылки свои. Не то, что я вам что-то пытаюсь продать, я вам вообще ничего не продаю. Я вам не навязываю свои услуги никакие. Я вам просто рассказываю и делюсь с вами информацией, которая вам должна быть полезна при выборе, подборе оборудования. Не стоит переплачивать за инвертор, если у вас две панели и брать инвертор на хай-вольтаж. Если вам нужно выживать, это одно. Но если вам нужно красоваться, и там какой-нибудь инвертор дорогой, все равно вы панели не показываете, где-то они у вас там на крыше, вы можете придумать любую цифру, вы можете поставить и одну, и две панели. Но проблема заключается в том, что инверторы в большинстве случаев не работают. И работают они по тому принципу, что есть центральное значение, минимальное, при котором он отрабатывает в пасмурную погоду, и контроллер работа держит, просто уменьшается мощностью, близится к нулю. И от этого же цифры мы можем как бы ставить большее количество солнечных панелей, вот этот порог сдвигая. Но если же вы ставите минимальное количество панелей, которые подключаются к инвертору, то вы получаете то, что у вас контроллер не отрабатывает нормально. То есть в пасмурную погоду у вас вообще мощность либо 0, либо начинает 10 ватт, 0 ватт, 10 ватт, 0 ватт. И причем эти разрывы могут быть большими. Либо у вас просто солнышко светит, какая-то мощность идет, вы радуетесь, и говорите всем, что у вас все работает. Потом пасмурно наступило, хоп, у вас 0, просто ничего не работает. И вы бегаете, прыгаете, говорите, что оборудование у вас плохое. А вы просто неправильно подобрали по нижнему пределу солнечной панели на грид, и вам сказали, что это нормально. Типа как, начинайте с двух, говорит, солнечных панелей, да? И либо второй вариант, когда вы превысили мощность и напряжение солнечных панелей, вам тоже говорят, что вот у меня все работает, и у вас будет работать, тыры-пыры, и типа я всегда так делал. Ну, люди такое говорят, не я такое говорю. А я вам говорю, ребята, вы понимаете, как бы компоненты, которые здесь стоят, они могут не отработать. Да, они с запасом идут. Есть разные инверторы, ревизии инверторов, где мощность ключей, которые установлены, она имеет запас хотя бы 20-40%. Представьте, вот когда на заводе мы были там, американские ключи какие-то ставили, короче, у них запас 50-кратный. То есть, ну, на 50% может там превысить мощность коротковременно, и ключи выдержат. И именно за счет этого долговечность оборудования повышается просто в разы, потому что они переживают всплески, не сильно деградируя непосредственно кристаллы самих ключей. И таким чудесным образом и получается, что для нормальной стабильной работы вам необходимо подбирать солнечные панели, опираясь на возможности инвертора, на то, чтобы у вас рабочее, именно не холостое, рабочее напряжение соответствовало диапазону работы инвертора. Не в начале, это минимальная работа, в которой будет еще работать контроллер относительно центрального напряжения, которое вы выставили. Ну, то есть, это все элементарно, на самом деле, еще проще можно было рисовать бумажку. Ну, я вроде бы это даже рисовал, я это все рассказывал десятки раз. И сейчас люди рассказывают подобное, снимают, переснимают в контенте своем, да, в роликах, рассказывают то же самое, вот один в один, что там кто-то там рассказал, и для них это понятно. Понимаю я, что я сложно говорю, меня очень сложно понять, некоторые авторы только меня понимают, кто вообще в теме сечет, понимаете, кто хотя бы попробовал, понимает, что вот здесь я показываю вам, вот в этом ролике. Они не придираются к тому, что, Диман, ты посмотри, у тебя тут обычный грид, а ты рассказываешь про инверторы с контроллером на 450 вольт. Да я то же самое проделал с гридом на 450 вольт, подключая просто количество разной солнечных панелей в последовательную цепь. 21 или 22 солнечных панели на 12 вольт, это солнечная панель из 36 элементов, что вообще не вяжется. Но грид там был с хорошим запасом по току, непосредственно по полям солнечных панелей, позволял два поля параллелить, поэтому он работал с большим током. Ключи там стояли мощняцкие на 20 ампер, понимаете, я мог поставить солнечные панели в два поля, чтобы ток не превышал, если не ошибаюсь, 17 ампер. 20 это пиково, никто 20 никогда не ставит, понимаете, есть нормальный режим работы, есть критический режим работы, вы его еще максимальным воспринимаете, нет такого понятия максимальный, до которого он работает. Есть режим, при котором уже лучше его не эксплуатировать, это максимальный как бы ТХХ для непосредственно радиокомпонентов, которые они выдерживают, в которых должна происходить именно сработка защит или выше которого инвертор должен отключиться, обесточить схему, чтобы компоненты не деградировали и служили дольше. То есть есть нюансы, они связаны с электроникой, не с тем, что где-то кто-то там что-то там пернул, сказал, а непосредственно с электроникой. И выше схемы вы прыгнуть можете только когда понимаете, что в этой схеме нужно изменить, для того, чтобы повысить это значение. А тем более, что помимо того, что нужно что-то изменить из электронных компонентов, так еще нужно программно это все дело разлочить, понимаете. Это вот как другие вариации этого грида, да, там можно зайти в прошивку и с 1000 сделать 2000, причем там мало вообще телодвижения для того, чтобы это сделать, но там есть как бы подводные камни, что 2000 эти на 24 вольтах, а на 12 там не будет 2000, потому что там будет один. А почему? А потому что ток будет один и тот же, понимаете. Компоненты, соответственно, имеют тот или иной запас уже. Просто штамповали, прошивку только меняли, ну и немного компонентов удешевляли, вообще втало вопрос, но инверторы, гриды эти стали популярны. Короче, я вот сейчас в кучку вам сказал, давайте все-таки вернемся к нашей теме. Вот здесь, в принципе, в этом ролике я все правильно рассказал, почему на него зацепились авторы, они просто не в теме. Они просто знают, что то, что я здесь говорю, это сильно уж углубленная информация, а та, которую я давал поверхностно, было в предыдущих роликах, я ее уже дал, понимаете. Ее никому не зацепило, никого не зацепили эти ролики. Поэтому я переснял непосредственно зачем и почему просто о сложном. Я пытался вот здесь вот эту всю информацию сжать и выдать. Да, вы понимаете, почему я говорю про 60 элементов солнечной панели? Потому что она по току проходит, по току контроллера инвертора ограничения, по возможности транзисторов, которые могут принимать этот ток. Не потому что там кому-то что-то захотелось и у кого-то что-то работает, а потому что есть ограничения, и эти ограничения прописываются в паспорте на оборудовании. Если вот там вот в этих пциях поковыряться и поискать, если бы она здесь была, да, то там есть такое. 60 ампер ток зарядки с алгоритмом, но это от госсети. Максимальный зарядный ток, зарядное устройство, переменного тока, а, плюс солнечное, все понятно. То есть 80 ампер это госсеть плюс солнечных панелей. Ток, который у нас, солнечных панелей, время инвертора, низкое напряжение. Я слепой, я, к сожалению, здесь не вижу, но есть таблички, я эти таблички находил непосредственно. И вам так скажу, что вот, например, видите, написано Solar Charge Controller 80 ампер. Мы уже понимаем с вами, что это суммарный ток, который может идти с госсети плюс солнечных панелей. Если солнечных панелей, это суммарный ток, который преобразовывается непосредственно с того входного напряжения, которое предназначен контролем разряда. Кстати, видите, сейчас у современных этих инверторов PowerMan, да, уже идет напряжение не 450, 550, 500 вольт, а с 30 до 400 вольт, не до 450, а до 400. Почему не 450 или 500? Да потому что там совершенно другая терьс идет схемотехника. Контроллеры МППТ они заменили для того, чтобы он лучше отрабатывал. Но на 30 вольт вы панели не посадите сюда, чтобы он работал. Вам нужно, чтобы это напряжение было выше. Выше это две солнечных панели. Соответственно, чтобы напряжение у вас было, если я не ошибаюсь, на 20%. 20% от 30 вольт, это 30 с чем-то вольт, но в пасмурную погоду у вас отрабатывать не будет, поэтому вам надо в два раза больше, плюс 20% от этих вот. Вот, итого получается где-то около 70 вольт, да, у вас должно быть минимальное напряжение, чтобы у вас хоть куда-бедно как-то отрабатывало. А это три, это четыре солнечных панели. Так что вы должны понимать, это не панацея для того, чтобы вы покупали, или я вас отговариваю. Нет, вы должны понимать, что у контроллера, помимо того, что вы должны подобрать солнечные панели по напряжению, есть ограничение на входной ток. То есть, вот смотрите, максимальная мощность солнечных панелей 3200 ватт. 3200 ватт, 3200 ватт. Делим на напряжение солнечных панелей. У вас, например, получилось 375, я уж не помню, там 20 панелей подсчета. 375 вольт. Ой, 3200 делить 375 вольт. Получается 8,5 ампер. 8,5 ампер это солнечные панели, если не ошибаюсь, 250 ватт. Есть солнечные панели на 300 с чем-то ватт. На 305, на 300 я уж не помню, они девятки, да. То есть, соответственно, здесь контроллер-то входной ток, у него ограничение, наверное, ампер 10-12 в пике. В пике это значит выше этого значения, превышать нельзя. Понимаете, вот про это я говорил, а не про то, что там вам рассказывают, про то, что вы можете повесить любые солнечные панели в любой ток. Нет. Вот это вы должны понимать, что у каждого инвертора есть определенные возможности, определенные ТХХ, которые вы должны соблюдать. Непосредственно в данном случае потоку солнечной панели подбирается на хай-вольтаж. Но напряжение должно находиться хотя бы в центре. То есть, у вас не набирается 400 вольт, но хотя бы 200 наберите. И тогда у вас контроллер будет наработать уже как бы более-менее стабильно и в пасмурную погоду, и в нормальный солнечный день. Но когда люди завышают и мощность входную по солнечным панелям, по току, по току, здесь у нас 8,5 по расчету. То есть, вообще здесь как бы, смотрите, 3200 разделить на 400 вольт, да, это пиковая напряжение 8 ампер. То есть, контроллер всяко разный, здесь 10. Соответственно, 400 умножаем на 10, получается пиковая мощность 4 киловатта, которую этот инвертор может через себя, по идее, по солнцу пропустить. И это пиковое значение, непостоянное, это пиковое значение, которое выдержит ключи. То есть, все можно рассчитать. Те же самые формулы берете и просто рассчитываете. Но вам это не надо. Вам конкретно говорят, делайте так, у меня все нормально. Вот когда вы их слушаете, вы начинаете искать, кто бы вам отремонтировал инвертор, кто бы вам отремонтировал контроллер, или кто бы вам объяснил, почему у вас контроллер сгорел. Он сгорел у вас, потому что вы подобрали солнечные панели неправильно, но не понимая, прислушиваясь к тем, кто работает на земле, но не понимает нифига в этом. И это очень есть печально. Этим не занимаются те, кто устанавливает солнечные панели. Они просто берут, вытаскивают из коробки, берут проводочки, обжимают. И вот по этим схемам подключают солнечные панельки, подключают. У солнечных панелек есть своя инструкция, как их лучше эксплуатировать. Есть у них там направляющие, которым есть паспорт, как их лучше устанавливать. И все это они просто выучили, да, просто прикрутили там направляющие, установили, прикрутили солнечные панели, кинули проводочки до инвертора, обжали, подключили. Они не понимают нюансов. Они в это не вдаются в детали. Им это не надо. И когда в случае, если выходит оборудование строя, они что говорят? Мы не виноваты. Проблема с оборудованием – это заводской брак. Но, понимаете, проблема в том, что это может быть и не заводской брак. У них нет компетенции и опыта на то, чтобы подобное как бы озвучивать. И это есть плохо. Я же пытаюсь вам донести информацию, чтобы вы думали, что вы делаете, что вам делают, и вы понимали, какие есть нюансы и куда нужно смотреть. Вы понимаете, что транзистор, который вот даже в магазине вы приходите, покупаете. Вот разберите просто зарядку для вашего мобильного телефона. Там есть силовой транзистор. Если вы поставите силовой этот транзистор на большую мощность, понимаете, на выходе вы получите ту же самую мощность, но транзистор этот у вас будет греться меньше. Если вы поставите на меньшую мощность этого транзистора, либо он сразу сгорит, потому что он не сможет уже тянуть даже ваш телефон на зарядку, либо он будет сильнее нагреваться и быстрее сдеградирует кристалл, из-за чего он выйдет из строя, понимаете. Но есть ситуация, когда он будет работать. Он будет греться, но работать. Это не говорит о том, что это нормальная работа, или так можно делать, или нужно. Не просто так туда поставили тот транзистор, который, например, по своим техническим характеристикам соответствует как работе с мощностью, так и рассеивание тепла. Понимаете. И вот это есть очень печально, когда ты рассказываешь, делишься информацией, для того, чтобы люди это понимали. И с другой стороны, очень печально, когда люди просто как бы пиарятся на тебе, говорят, что нет, так делать нельзя, я сейчас всю правду расскажу, давай поправь себя, как он там тогда, типа удали, да ты вообще не прав. А у меня был такой ролик один в один, как он снял. У меня прям сомнение сначала было, что он его просто переснял. А потом я на него как-то наткнулся, и понял, что реально он просто переснял. Ничего своего он там не придумал. Все это есть в паспорте, я просто паспорт тогда озвучил, и эти нюансы тоже как бы дал в своем репертуаре, как обычно. Я стараюсь для того, чтобы вы немножко были грамотны, и понимали, чтобы у вас оборудование было стабильно, чтобы у вас проблем никаких с ними не возникало, чтобы вы могли спокойно выйти из дома, оставить это оборудование. А не для того, чтобы вы постоянно бегали, нажимали на кнопочки, или искали какие-то параметры инвертора, или суетились, почему же у вас контроллер перестал работать нормально. Это мы все прошли, по крайней мере, мои зрители, я это все прошел достаточно много лет тому назад, еще когда появились первые МППТшки, у которых подключалась одна просто солнечная панель, а потом появились контроллеры на 100 вольт, на 150 вольт под солнечные панели, микроаморфные, аморфные, и потом уже на поле монокристалла с количеством там двух, трех, четырех панелей. Мы это все прошли еще тогда, и про качество, и про КПД, только для большинства людей до сих пор эта информация не доходит, к сожалению, поэтому они разносят, и не важно, сколько у человека просмотров на ролике, или сколько у него подписчиков. Это не говорит о уровне его понимания или знаний. Это есть печально, поэтому есть люди, которые обращаются к тем людям, которые понимают, про что речь и консультируются, а есть люди, которые просто разносят, или как бы не разбираясь с теми, рассказывают просто ересь какую-то, делятся, и вот таким чудесным образом получается то, что получается. Вон тут еще ролики у меня высвечиваются про Лифи по четыре. Ну да, это отдельная история Лифи по четыре. Тоже хочу как-нибудь затронуть эту тему. Ребят, короче, смотрите. У каждого инвертора есть непосредственно свои какие-то характеристики. Относительно этих характеристик, вы уже должны сделать свой выбор. Кстати, вот эту статейку я еще раз опубликую. Вы уж почитайте. Я тут, в принципе, все это разжевал. Постарался объяснить. Тут даже вот сечение какого кабеля использовать лучше. Максимальное и минимальное напряжение солнечной панели, которое составляет 120 вольт, 450. Это первые виды контроллера. Сейчас контроллеры уже на 400 вольт, а минимальное 30. И если вы вот это вот видео посмотрели, да, вот это вот видео, где я непосредственно производил подключение и регулировку напряжения, подавая, вот смотрите, видите, не срабатывает. 48, 49, 51, 52 почти. 0, 0, 52 вольта подаю. Ничего не срабатывает, смотрите. А вы говорите 30. Хоп, смотрите, больше 52. И напряжение провалилось, ток попер, мощность пошла. Понимаете? Если я, и это 40 вольт, по идее, от 40 должно работать, не работает оно от 40. И там то же самое происходит. Это все МППТшники, все преобразователи работают на этом принципе для того, чтобы получить стабильность сети. Для того, чтобы у вас постоянно МППТшник не выключался-включался, а работал, непосредственно отдавая мощность. Понимаете? Потому что когда у вас будет просадка, например, по току, напряжение у вас также будет снижаться, и от этого как бы просто инвертор, контроллер будет отключаться. А так у вас будет все потихоньку, видите, работать. Вот ток уменьшался, уменьшался, потом повысился. Хоп. Повысил немножко напряжение, сразу подпрыгнул. Ну, все тут видно. Вот так работает МППТшник. Тут все визуально видно, понятно. Когда вам говорят, нет, такого не может быть, он работает от минималки, покажите им это видео. Вот 30 с чем-то вольт, ничего не работает. Пока я не повышу напряжение, вот 28, смотрите, ничего не работает. Пока я не повышу напряжение до рекомендованного номинального, не максимального номинального, это в серединке, если что. А МППТшник не включается. Тут тоже МППТ-контроллер преобразователя. Преобразователь МППТ с поиском максимальной точки мощности. Видите, 52 с чем-то уже. Хоп. Немножко ток задел. И все, полислось. То есть, и ток важен, и напряжение важно. Ну, в большинстве случаев это напряжение важно. Скорее всего, я просто вот этот регулятор плавный напряжение заделал. Я просто отсюда уже не вижу, как бы там все это озвучено было. Но это тоже в описании добавлю этот видео. Так что, кому интересно разобраться, ребят, вы никого не слушаете, они несут бред. Потом вы будете искать, как починить ваш инвертор, грид, контроллер. Но проблема заключается в том, что в большинстве случаев вы их палите, а другого пути не будет. Или будет очень дорогой. Очень дорогой. На сегодняшний день дешевле, блин, подобрать оборудование и не спалить его, чтобы оно служило вам верой и правдой, чем искать, кто вам отремонтирует, либо пытаться самому отремонтировать и покупать паленые детали. Из-за чего у вас будет все глубже, больше, сгорать и так далее и тому подобное. У меня очень много ремонтов было разного оборудования, поэтому, если вам интересно, можете посмотреть. Но основу, основу вы должны понять. И основа вот она. Что минимальное напряжение это с среднего до минимального, до которого может опускаться напряжение, чтобы инвертор или контроллер отрабатывал. Понимаете? Вот и все. Ладно, очень длинное видео получилось. На этом я говорю пока. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok